Доброе утро! С вами Елена Першина. Сегодня я расскажу интересные факты о нашем здоровье. Новогодние праздники позади, и нужно возвращаться в привычный ритм жизни. И казалось бы, что организм должен был отдохнуть и набраться сил. Но чаще бывает наоборот. Многие жалуются на отсутствие энергии, лишние килограммы и боль в теле. Взбодриться и привести свое тело в форму поможет йога. Мы всегда удерживаем внимание на своем теле, на ощущения в теле. И, конечно же, уделяем внимание дыханию. Необходимо слушать тренера, он всегда подскажет, когда нужно сделать вдох, когда выдох и когда можно задержать дыхание и задержаться в определенной позе. Чаще всего, когда у человека болит спина, речь идет именно о пояснице. И если еще 20 лет назад боль внизу спины беспокоила преимущественно пожилых людей, то теперь и достаточно молодые пациенты обращаются к специалистам за помощью со спиной. Как правило, и скорее всего, такой характер боли, когда вы совершили спокойное, спонтанное движение, ничем не грозящие, у вас появилась острая боль. Эта боль связана с грыжами с позвонкового диска, либо с протрузией межпозвонкового диска. Третий вариант такой боли – это явление спондивоартроза, то есть артроз межпозвонковых суставов. Другие причины характера боли в спине, скажем так, проблемы внутренних органов и отраженная боль в спине. Какие-то онкологические заболевания тоже можно отнести к этому. Ну, там боль несколько другого характера, она постоянная, то есть она с подъемом, со спадом, но она постоянная. А вот так, чтобы спонтанно у вас резко защемило спину, то есть это мышечная боль, проблемы с межпозвонковыми дисками, то есть дегенеративные изменения в позвоночнике. Проблемы с питанием ребенка вызывают у родителей панику, поэтому они кормят чада потешками. Ложечку за маму, ложечку за папу, включают мультики и дают конфеты после обеда. Но зачастую это не признак проблем со здоровьем, а просто особенность пищевого поведения ребенка. Проблемы могут возникать, если у ребенка, например, отмечают психические заболевания или какие-то инфекционные заболевания, а также факторы, которые обеспечивают дискомфорт психологически ребенка. Это могли быть конфликты между родителем и ребенком, чаще с мамой, потому что мама больше проводит времени. Ребенка принуждали кушать, у него не было, например, режима дня нормального, было много перекусов, где преобладают легко свои углеводы. Или живой пример, родители, один или несколько, ну, один или оба родителя, они обладают какой-то избирательностью в еде. Или были какие-то пищевые, плохие пищевые привычки. И ребенок видит родителей и тоже ведет себя так. С остыни, как говорят специалисты, однажды столкнется каждый. Врачи описывают данное состояние как недостаток энергии. Человек моментально устает даже от простейших, казалось бы, действий, например, от похода в магазин. Кроме того, существуют и сопутствующие признаки астении. У каждого человека они выражены по-разному. Ну, например, это снижение памяти. Когда какие-то события, планируемые текущие события, цифры вылетают из головы человека прямо очень быстро, и это создает достаточно большую тревожность для человека. Это может быть снижение концентрации внимания. Когда человеку трудно сосредоточиться на рабочих задачах, ему трудно, например, вести переговоры, читать лекции, делать домашнюю работу со своим ребенком, у человека может изменяться настроение, появляться плаксивость, обидчивость, разложительность, нетерпимость к окружающим. Может нарушиться сон в виде трудностей засыпаний или частых ранних пробуждений. Появляется постоянный головные боли, сжимающего характера, который не купируется никакими анальгетиками. Могут быть синдромы острого вирусного заболевания, причем человек не болеет вирусной инфекцией. Ну, например, небольшая температура тела суфибрильного характера 37, 37,1, 37,2 градуса. Это может быть боли в суставах, боли в мышцах, боли в горле, какие-то покашливания. Кроме того, отмечается утомляемость при обычных совершенно физических нагрузках. У каждого человека тот или иной синдром, он выявлен по-разному. Ну и, соответственно, лечение и дальнейшая профилактика зависит от того, какой синдром в данном случае превалирует. Сегодня я рассказала вам про опасность астении и боли в пояснице, о том, как взбодриться и привести тело в форму при помощи йоги и о том, кто такой малыш-малаешка. А с понедельника мы продолжим рассказывать о секретах нашего здоровья. Будьте здоровы!